Семью моего дяди, дай Бог, чтобы мы на радостные дни в вашем семье, в ваших родственниках ответили тем же. Я много говорить не могу, не буду, приведу один пример. Буквально перед Пасхой, вот этой Пасхой я вспомнил, что дядина свадьба была 50 лет тому назад. Я сразу позвонил Рафику, Рафик говорит, вот такое-такое дело, у дяди юбилей, мы должны поздравить. Дай Бог ему здоровья, он сразу откликнулся и напечатал, отметил этот день, поздравили дядю, чтобы был этот день с 50-летним свадьбой. Ну, я не мог требовать, но я подсказал, мы должны это отметить. Ну, как всегда, вы, наверное, поняли, что мой дядя был очень скромный человек. Он говорил, знаешь что, попозже, попозже. Ну, я понимал, что годовщина тещи Ирины Исаакуны в скором будущем. Он говорит, да, 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 после годовщины Хулахаат мы обязательно посидим. Дети старались, внуки старались, уговаривали его, как я слышал. Но он все равно сказал, нет, будем праздновать потом. Не будем. Это говорит о том, что мой дядя не хочет беспокоить людей, не хочет приносить неудобства. Такой был сорт мой дядя, он не хотел причинять людям неудобства, беспокойства. Он всегда старался чем-то помочь, чем-то обрадовать. А вот для себя он ничего не хотел. Рахмат Куна Амакам всегда был участником всех наших событий. Радостных, нерадостных он всегда во всем вникал. Всегда старался чем-то помочь. Рахмат Куна Амакам, коллекцион хамбур, озоришки на медалан, с племянниками, с детьми племянников. Он старался быть очень великатым и очень осторожным. Залик, ты можешь гордо смотреть всем людям. Ты сделал все, что ты мог. Так же Алла, Арнольд, Белла Тути, Боши Тайлэйн. Что случилось, то случилось. Да, жалко, больно. Залик, пойми, эту боль я прошел не однажды. Я знаю эту боль, я понимаю тебя. Но смотри вперед. Как мой дядя радовался, когда твоя дочка добилась. Поступила туда, куда хотела. Его радости не было предела. Как он переживал, когда-то она уехала, чтобы заработать кредит. Какую страну? Она уехала, чтобы кредит заработать. Волонтировала. Так он говорил, как это будет, что это будет. Но он, слава Богу, он дождался. Она приехала, она заработала, она поступила. Так что, Залик, нам не хватает, внукам не хватает, всех не хватает. Но что делать? Надо жить о будущем, надо думать о будущем, надо двигаться вперед. Мы постараемся чем-то заменить, чем-то удовлетворить то, что он вам давал. Конечно, мы тут все не сможем, но постараемся. Залик, Джон, Арнольд, Алла, дай Бог вам здоровья, было тут и вот что он. Крепитесь. Все, что случилось, то случилось от Бога. Слава Богу, он не лежал, он людей не беспокоил. Всего три дня. Все. Три дня и до свидания. Какой он был светлый, чтобы за ним была только радость и светлые дни. Три дня и до свидания.